Всем привет! Меня зовут Настя, это канал Антресоль, и это канал не только о парфюмерии, и я безумно рада вас видеть в новом видео. Спасибо вам большое, что видео из Волгограда в грустный влог, как грустный дэнс, набрало такое количество просмотров. Это значит, что вам интересно, когда я рассказываю чуть больше, чем просто о флакончиках, а мне интересно то, что вам интересно. Сегодня у нас будет, как обычно, микс. Мы сегодня с вами будем делать макуяж. Я буду вам рассказывать о каких-то своих любимых продуктах для лица, и, конечно же, поговорим об ароматах. Вообще, в целом, поболтаем. Я сегодня постараюсь быть чуть более расслабленной, но, как обычно, честной, потому что врать я совершенно не умею. Вот то, что на душе, то и говорю. Возможно, за это вы здесь. Самое время подписаться на канал, потому что будет интересно. Вот я уже показываю вам первый продукт для губ, который мы сейчас с вами нанесем, и поедем. Честно говоря, я сегодня вообще не собиралась ничего снимать, вообще не вылезать из кровати, потому что я сейчас сижу в нано-пласте, в таком прекрасном, казалось бы, могла быть реклама. Кстати, надо им написать, потому что осиохондроз — это просто моя остановка. Хотя я бы хотела поехать дальше, но когда-то у меня случилось, я не знаю, это связано или нет с тем, что я когда-то упала на танцах. Я занималась танцами разными, и вот однажды на одной из тренировок я упала на спину, с тех пор у меня все время периодически побаливает она. Плюс я сейчас мало занимаюсь спортом, и это тоже говорит об этом. Когда из моей жизни ушел спорт, пришла депрессия и лень, у меня стало все болеть. Да, когда я качалась на качелях, занималась в зале или хотя бы с резиночками, то все было хорошо. Я всячески стараюсь сейчас вернуться в спорт. Не знаю, насколько у меня получится, пока что очень фиговенько. Так вот, я не собиралась сегодня ничего снимать, но нано-пласт немножко меня оживил, поэтому я встрою. Крем для губ. Я говорила о нем в предыдущем видео про макуяж для зеленых глаз. Кстати, сегодня у нас будет он не для зеленых глаз, он будет просто классный, и он будет определенный, потому что в своем телеграм-канале Атрис Ольг, кстати, подписывайтесь. Я стараюсь его вести довольно-таки активно, насколько это получается. Я выложила вот эту вот картинку макуяжа. Мне эта девушка очень напомнила одну из моих любимых российских актрис Лизу Янковскую. Я подумала, что нужно сделать вот такой макияж, и он, я думаю, подойдет для всех глаз, потому что там и стрелки, и какая-то очень красивая история с нанесением теней. В общем, мы сегодня с вами все это будем пробовать повторить. И на самом деле мне этот макияж еще понравился из-за того, что там используется такая персиковая-оранжевая помада. Наконец-таки я сегодня покажу вам одну из моих не самых востребованных в косметичке помад от Urban Decay в оттенке Insanity. Она как раз-таки именно такая, как на картинке. Ну что ж, все постепенно наносим мой любимый крем для губ от бренда 2211. Это армянский бренд, как я уже говорила. Никакие гигиенички мне с ним не нужны. Очень его люблю. Его можно использовать и как маску для губ, и, собственно, как гигиеничку. Я тон уже нанесла. Сразу оправдаюсь, почему. Все вы прекрасно знаете, что происходит в мире. Я человек с аутоиммунным заболеванием. И одно из моих аутоиммунных заболеваний, эта история связана с кожей, с высыпаниями. Не буду говорить высыпанием чего. Вот не буду вас уже настолько сильно шокировать. И на любой стресс я реагирую по-разному. Иногда это просто отек. Иногда это обезвоженная жирная кожа. Сейчас буду вам страшилки какие-то рассказывать. Иногда это прям вот высыпание. Они сейчас здесь есть. Поэтому я, чтобы вас не пугать и себя сильно, да, не чувствовать некомфортно, нанесла тон. Сегодня это не мой любимый тон, но раньше он был моим любимым тоном. Честно признаюсь вам, это вот таких вот два тона от T-Blanc. 0,2 и 0,3. Я их смешиваю, но в целом я понимаю, что 0,2 подойдет, в принципе, всем. Не знаю, зачем я смешала сегодня с 0,3. Наверное, чтобы они поскорее закончились, потому что, честно говоря, я разлюбила этот тон. Он все-таки, видите, какой он сияющий, какой он блестящий. Он, если на лице какие-то ранки, он будет щипать. А если я нанесла бы сейчас свой любимый, потрясающий Russian Beauty Guru, он бы не щипал. Мне кажется, даже Influence, мой любимый матовый, сейчас не щипал бы. А вот какой-нибудь, кто-то у меня еще, Airborian, который я тоже не люблю, этот BB-крем. В общем, я разлюбила BB-кремы. Вот так вот я скажу. Как это мне не нравится. Во-первых, во многих из них есть масла. А нам с людям с проблемной кожей, а я считаю свою кожу, к сожалению, проблемной. Кстати, если вы видите, у меня на голове крабик, так должно быть. Я таким образом ставлю себе объем на голове. Я уже изрядно обросла. Кстати, ставьте лайк, если вы уже привыкли к моей короткой стрижке, если вы на канале давно. Потому что я, часто говоря, очень привыкла, поэтому я записалась на первую неделю апреля снова постричься, чтобы было вот как вот тогда, как на фотографии. Коротко-коротко. Красиво-красиво, стильно-стильно, потому что у меня там луки на приготовленные, на весну такие экстравагантные, нужно соответствовать. В общем, я пострессовала, естественно, меня обсыпало, защемило спину, потому что как бы я не абстрагировалась от того, что происходит в мире, потому что я достаточно тревожный человек, все равно спина меня всегда догоняет, если я сильно на себя взяла какую-то ответственность на плечики. Да, все-таки, да, психосоматика плеч, спина, это все, когда мы не вывозим какое-то огромное количество задач, ответственностей, иногда не наших. Да, мы же любим на себя взять лишнее. В общем, если немножко копнуть туда, то это все, собственно, про то, что в какой-то момент я не делегировала, не призналась себе честной в каких-то эмоциях, но что поделать, иногда мы себе брем. Что по ароматам? В общем, хочу вам сказать, у меня случилась влюбленность. Раньше моим любимым ароматом про шампанское был Дом Россо. Все, все. Я сегодня в нем, ну, чтобы просто немножко как бы побыть вместе, но его полностью перекрыл аромат. Я, честно говоря, я не знаю. Пока что, вот, например, нескольким человекам, которые я его показывала, он не понравился. Мне очень. Это Headspace Santal. Просто какая-то прелесть, боже мой, девочки. Это пахнет розе с сауэром. Такой есть коктейль, он как виски сауэр, только с розовым биттером, с розовой пенкой, с лепестками роз. Но это прям алкогольная, алкогольная розовая история. Пахнет сладким шампанским, с лепестками роз, с пудрой. Боже мой, это так красиво. Я в нем недавно смотрела фильм про Париж. Вот это все красивая картинка, цветокоррекция. И для меня автоматически это теперь аромат стал про вот какую-то вот красивую такую поездку, какой-то красивый город. Что-то максимально романтичное, максимально отвлекающее от всего этого трэша в нашей жизни, которое в целом перманентно присутствует. Поэтому вот я недавно в своем подкасте, в телеграм-канале говорила, что... Говорила что? Говорила эту цитату. Хочу вам сейчас тоже сказать. Мы не выбираем, к сожалению, времена, в которых мы хотели бы жить, но мы выбираем, как нам жить в эти тяжелые времена. Мне кажется, только в детстве нам казалось, что жизнь легка и прекрасна. Наши родители уже тогда знали, что все это не очень-то и весело. Ну что ж, про ароматы сказала. Да, у меня новая любовь с этим сандалом. Тут нет никакого сандала. Я вообще его не нашла. Здесь прям розовое шампанское, алкогольное. Сладкие розы. У меня аж слюна течет, как это хорошо. Я обязательно надену его в ближайшую субботу, когда пойду в гости, когда пойду, наконец-таки, в парфюмерный бар. В общем, не слушайте меня. Итак, тон нанесли. Брови мы тоже нанесли. Самое время нанести консилер. Я, как обычно, сегодня крашусь с моей любимой палеткой, потому что из всех моих, так сказать, бронза-оранжево-терапотовых теней самый подходящий оттенок – это оттенок DOL вот у моей любимой палетки. У меня есть еще палетки, но это самое любимое. Ну что, давайте приблизимся, наверное, да, и начнем. Не знаю, насколько я сегодня буду болтливой, но я постараюсь. Приближаться будем не сильно, так, слегка. Так, у нас на лице есть тон. Я не буду сильно фунчозить свои высыпания. Блин, кошмар, конечно. Но сегодняшний макияж, он немножко, конечно, еще и про то, что надо себя принимать любой, потому что если, а у меня частное такое бывает, у меня на лице что-то высыпало, не всегда, это не прощи в моем случае. Это прям вот такие вот высыпания на землю. Не буду вдаваться в подробности, не люблю это дело. Я сразу чувствую себя очень сильно некрасивой, очень непривлекательной. И в этот момент я повторяю мантру. Я, записывайте, мне помогает, правда. Я понимаю и осознаю, что я могу быть разной. Я понимаю и осознаю, что я разнообразна. Я понимаю и осознаю и принимаю, что я бываю в разных состояниях и в разных состояниях и по-разному выгляжу. Я это принимаю, я это понимаю, я это признаю. Я также признаю, что мир разнообразен, что он не идеален, и что он бывает разным. В общем, я всячески себя убеждаю в том, что все хорошо, и стараюсь как-то этот день пережить, чтобы не помазать свое лицо какой-нибудь гормональной мазью и так далее. Вот такая я, в общем, какая-то сильно открытая с вами сегодня. Ну что ж, самое время взять консилер и пройтись по воспитывающим зонам. Но я не взяла кисточку, а я сегодня помыла кисточки, да, все, которые нам сегодня понадобятся, пойду за ними схожу. И, собственно, начнем. Девушка вот эта вот на картинке, да, макияж, которую мы будем повторять, пытаться повторять, она, конечно, невероятная красотка. Вообще, я считаю, актриса Лизуин Костка очень красивой. И вот эта девушка, она очень на нее похожа, и, конечно, эти красавицы сумасшедшие. Так, так и, так сказать, доставляет нашу самооценку немножко поколебаться. Итак, консилер, который мы сегодня будем использовать, это Ретуш от Vivienne Sabo. Ничего нового, но я думаю, вы многие знаете его, хотя я в прошлом видео о нем не говорила. Он достаточно плотный, он имеет такую, ну, среднюю плотность покрытия. Не тоненький, но и не нарс, который у меня был в прошлом видео. В общем, постараемся сейчас его быстренько растушевать. Боже мой, я, честно говоря, вообще не люблю трогать свое лицо, когда на нем есть какие-то высыпания, потому что, ну, я же вижу, что это видно. Это видно, что они есть, и никуда их не скрыть. Ну да ладно. Я почему решила сегодня все-таки снять видео, а не лежать, не страдать, потому что мне завтра работать, мне завтра ехать, продолжать снимать контент, потому что скоро выйдет моя авторская песня. Если честно, то в апреле выходят две мои авторские песни. Ну, как минимум, будут готовы две. Я не знаю, выйдет ли вторая. Но, в общем, смотрите, как классно сразу меняется зона под глазами. Да, видите? А вы видите? Поэтому нужно работать. А если бы я сегодня просто прострадала, пролежала бы, проныла бы, что у меня спина болит, я бы просто с утра проснулась, никакущая. Потому что я за собой замечаю такую способность. Если я уставшая, точнее, не то, что нет, не уставшая, если я чувствую, что я ничего не хочу делать, я прям стараюсь прям покопаться, задать себе нужные вопросы. Почему? В чем моя вторичная выгода в этом? Действительно ли я устала? Потому что со сном все было хорошо. В целом, по загрузке неделя была не сильно жесткая. В чем дело? Вот. И мне нужно что-нибудь сделать. Это я еще этот опыт взяла из своей депрессии. То есть мне, когда я была в панически тревожном расстройстве, и ничего не хотела делать, особенно, когда вот это первое, первый месяц, точнее, моих антидепрессантов, который просто гасил, мне кажется, все мои желания, я прям вот старалась что-нибудь сделать, что-нибудь. Хотя бы просто пойти, приготовить пиццу, приготовить пирог. Вот. И постараться не обесценить все свои дела. Вот сегодня я стараюсь тоже не обесценить свои дела, потому что, на самом деле, я так прокрутила день. Ничего себе я ничего не делала. Да, я с утра встала. У меня заболела спина. Ну, не в смысле заболела, а меня как будто кол в спину воткнули. То есть до этого она у меня болела просто. А потом просто проснулась такая, о, боже мой, я не могу даже перевернуться. Вот. У меня однажды было так, что у меня прострелило всю спину, я даже с кровати не могла встать. Но вот такие мы женщины. Ну, я встала. Я встала, пошла, налепила нано-пласт. Он мне в таких случаях помогает. Немесильчика. И, собственно, в путь. Позавтракать чем-нибудь. Но в таких состояниях мне даже иногда есть ничего не хочется, но я стараюсь. Потом я приготовила какую-то клубничную выпечку на рисовой маке. Затем я приготовила обед. Я запекла, значит, говядину. Приготовила салат. В целом что-то делала целый день. Но я очень часто, как мне кажется, мы все женщины любим обесценивать свои дела на кухне. Нам кажется, и, наверное, еще приближусь, потому что кажется, как будто бы далековато. Иногда нам кажется, да, что мы вообще ничего не делали целый день. А потом такие, о-о-о. А, кстати, да, я еще постирала. Ну как, машинка постирала. Но все равно, в общем, что-то делала целый день. Вот, несмотря на свою спину, но поняла, что хочу снять видео. Хочу с вами поболтать, потому что, как недавно написал какой-то комментатор, если у тебя в жизни нет друзей, заведи себе YouTube-канал и неси всякую ахинею. Чем я, собственно, и занимаюсь? Несу всякую ахинею. Ну, что поделать? Жизнь такая. Кому-то нужно этим заниматься. Кому-то нужно нести ахинею. Что поделать? Да, честно признаюсь, вам не нравится мне этот тон. И я уверена, что мой любимый Russian Beauty Guru справился бы сегодня даже с моей вот такой вот кожей куда лучше. Я же смотрю вот в зеркало. Конечно же, потом, когда я немножко там подкорректирую видео, будет не так заметно. Но мне, конечно, очень заметно. Но что поделать? Я не модель с идеальной фотошопленной кожей. Да даже на самом деле, когда я жила в Сербии, я безумно удивлялась тому, ну, первое время, в Сербии продается только итальянский Vogue. Сербского Vogue нет. Да даже не... Я думала, что как будто бы там, может быть, будет... Ну, нет, итальянский, да. Почему-то подумала про Венгрию. Я не знаю, есть ли в Венгрии Vogue. Ну, в смысле, свой. Ну, в общем, в Сербии был итальянский. И многие европейские влоги, что в Vogue, что французские, что итальянские, они не ретушируют кожу моделей. Они там за натуральность. И ты там видишь волоски у итальянских моделей. Там усики даже иногда. Какие-то их высыпания. Естественно, родинки, которые мы стараемся все время замазать, потому что это не идеально. Это не идеальный фарфор на лице. В общем, они там к этому относятся абсолютно спокойно. Может быть, потому что, конечно, в Италии мужчин больше, чем женщин. И они не парятся насчет конкуренции. А вот как говорит одна моя знакомая модель, которая работает в разных странах, что вот в России либо сексуализация, да, женщин, то есть вульгарность, губы, там вот это все сделанное, либо минимализм. То есть вы замечали, что, ну, правда, намного меньше какого-то баланса здорового. То есть либо идеальные все губы, идеальные филеры, кожа, все время у косметологов, что все блестело, либо женщины вообще не красятся и, мягко говоря, забивают на себя. Мы нанесли с вами консилер немножко. Я не знаю, насколько стала ли кожа моя лучше. Я сегодня буду к себе сильно субъективно. Самое время нанести скульптор, потому что в прошлом видео, наверное, отдалимся с вами. В прошлом своем видео про макияж я говорила о своем любимом жидком скульпторе от Pro Makeup. Вот он. И сегодня мы с вами будем делать магию. Мы будем вот из этого лица, который в целом сейчас не в самой своей худшей, я имею в виду, по полноте форме, будем с вами делать модный скульпторик. Модный? Сейчас скажу, почему он модный. В общем, увидела я недавно такую историю. У меня не сильно выражены сколы, то есть у меня достаточно круглые щеки. Ну, в смысле, у меня нет каких-то острых углов, у меня все такое покатое. А что я зашмыгалась, зааллергичелкалась? Наверное, это все-таки от каких-то косметик. Мне, кстати, да, я поняла, с чем это связано. Это стеб-бланк. Это все-таки стеб-бланк. У меня вот на него была такая иногда реакция из соплей. В общем, все, выкидываем его, не заканчиваем. Итак, секреты идеальных впалых щек в стиле Кейт Мосс. Мы с вами рисуем диагональ, как рисуем мысленно, между крылом носа, крылышкой носа и внешним уголком глаза. Рисуем. Где-то вот здесь будет это пересечение. Так? Так. А затем мы делаем параллельную историю крылышко носа и ухо. Вот эта точечка, собственно. Вот она, да, чуть пониже. Соответственно, это будет точка пересечения. Мы с вами будем рисовать вот такую историю. То есть наша скула будет сильно высоко. Не пугайтесь. Так должно быть. И мы будем немножко уводить вот сюда. И будем уводить вот сюда. Главное в подбородке не рисовать себе новую линию. Нам нужно подчеркнуть то, что у нас есть. И сейчас мы с вами будем творить магию. И, боже мой, что-то у меня кисточка, что ли, не высохла. А эта высохла? Пожалуйста. Вот я решила помыть кисти и, кажется, они не высохли. Ну и ладно. Позориться так с музыкой надо будет наложить какую-то веселую музыку. Вот момент, если вдруг все сегодня растушуются. Итак, тушуем. Боже мой, главное, чтобы сейчас просто тон не поехал под этой немножко сыроватой кисточкой. ну что? Надо сделать две щеки. Потому что, мне кажется, с одной не очень понятно. Но, но мы видим сразу, что немножко упала тень, как шляпа. Упала шляпа. Сразу зайду на нос. Опа, 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 опа. Вот такой у нас будет нелепый скульптуринг. В прошлом видео его не было. И вроде бы все было хорошо. Зачем я решила в этом видео это сделать? Никто не знает. Это уже вообще не имеет никакой актуальности, потому что все уже началось. Ну что ж. Так что, в общем, я вижу, как тон под воздействием кисточки едет и оголяет все мои покраснения. Я в шоке. Я выкидываю этот крем, который, представляете, раньше этот BB крем стоил тысячу рублей, а сейчас он стоит три тысячи рублей в золотом яблоке. Он не стоит своих денег. Вообще даже не обращайте на него внимания. В общем, он мне оголил все мои покраснения после того, как я поводила по ним кисточкой. Но вот такая техника скульптурирования, она вообще нормальная, она работает. Но мы сейчас с вами будем выходить из положения. Каким образом? Такое случается. Ничего. Мы потом пройдемся кисточкой с консилером. Такое случается. В моей жизни было разное. Так как я раньше больше работала на сцене, в моей жизни были разные состояния кожи, когда мне нужно было идти все равно на сцену. Нельзя так отменить концепт, потому что прыщи вылез. Вот. Поэтому мы сейчас с вами берем сухой скульптор. У меня это палетка от Artvisage. Я ее показывала в предыдущем видео. Оттенок 02. И дублируем все то, что мы с вами пытались нарисовать. Оп! И все. То есть я не делаю скульптор вот здесь. Я всегда делаю чуть выше, чем моя щека. И все. Проходимся по подбородку. Боже мой. Боже мой, Настя, как тебя тут обсыпало! Ох! Мне кажется, кто-нибудь не обязательно напишет в комментариях, Настя, зачем же ты, если тебя обсыпало, снимаешь видео с макуяжем? Хочется. Я сниму его и потом сниму его. Как бы, как бы этот автологично не звучал. По лбу сухим пройдемся. Все-таки очень важно, чтобы ваши средства между собой работали. Вот этот тон совершенно не работает ни с чем. С чем мы сегодня с вами потом собираемся работать. Я про скульптор, про сухой скульптор, даже как будто бы консилер не самым идеальным образом нанесся. Поэтому очень важно найти свой идеальный тональный крем. Очень важно. Потому что кожа у нас у всех разная и иногда нужно перепробовать очень много, чтобы найти свой идеальный тон. К сожалению. Боже мой! Это интересно, вам это сильно видно? Мне кажется, вам это будет видно. Все-таки я снимаю это видео на камеру. Прошу прощения за расфокус. периодически, потому что я делаю вот так. Ну вы уже и так это поняли без меня. Ну что, давайте увеличимся немножко. Ладно, мы принимаем себя в любом состоянии. Я думаю, у кого-то из вас, кто сейчас смотрит это видео, тоже не все хорошо с кожей. Поставьте лайк этому видео или напишите комментарий, что типа Настя, я с тобой. Я тоже не идеальная. У нас у всех бывают разные состояния. Понятно, что как в стендапе у Зои Яровициной раз в цикл посерединке мы выглядим прекрасно. В этот день только мы полны энергии и у нас потрясающая кожа, все хорошо с фигурой и даже все из одежды идет, но у меня сегодня не этот день. Так, ну что ж, скульптор мы нанесли. Самое время нанести румяна и потом припудримся. Румяна сегодня у меня Pitches от MAC мои старички. Конечно же, у нас сегодня персиковые оттенки, потому что у нас сегодня теплый макияж, но вы видите. Поэтому мы берем румяна MAC. Я их обожаю за то, что ими невозможно переборщить. Их невозможно перенанести. Они, конечно, немножко подчеркивают скульптор. Опять же, не обращать все, Настя, ты не замечаешь. Это покраснение. Это не пятно. Это просто просвечивает тон, он начинает подслазивать. В общем, этот тон предатель, который просто в минуты, когда мне нужно было, чтобы он мне помог, чтобы он перекрыл какие-то мои несовершенства, какие-то мои сегодняшнего дня недостатки. Он взял и всех их показал. Просто как, знаете, пошел как в детстве. Помните, мы секретики закапывали под стеклышко, фантик. Потом пошел и какой-то не моей подружке, девчонке какой-то, которая мне не нравится, с соседнего двора и показал мои секретики. Ужас. Ужас. Я надеюсь, что сейчас меня смотрят девчонки из моего двора и они нормально это все примут. Потому что, ну, к сожалению, мы не идеальны. Ну что ж, надеюсь, это видно, что вот такие у нас персиковые румяна. Немножко сейчас пройдусь, можем еще сижу и этот нано-пласт так печет мне спину. В общем, все сегодня как бы не идеально, но главное, что мы сами все живем. Да. Главное, что мы с вами живы, имеем возможность смотреть это видео, имеем возможность делать макияж, главное ценить эту жизнь. Поэтому, видите, как я сразу немножко из каких-то мелочей перевела во что-то более значимое. Немножко прошлась консилером, слегка. Надеюсь, это не сильно испортило. Немножко, извините, пройдусь аккуратно, аппликативно. Ну да. Но в целом, если не присматриваться, то нам нужно сделать подложку. Мы ее будем делать из консилера на глаз. У нее, конечно, потрясающие натуральные брови, но мы сегодня с вами тоже сильно не переборщили. Нам нужно будет сделать с вами вот такую вот историю с подложкой. На подложку мы потом сверху аппликативно. У нее, конечно, здесь жидкие тени цвета терракот или цвета такого... Это все-таки, мне кажется, терракот. Выпью здесь цветокоррекция. И непосредственно стрелки. Стрелки у нас такие достаточно кошачьи, с внутренним уголком и обильное нанесение туши. Дорогие мои красавицы. А давайте я буду называть вас красавицами, потому что сегодня в этом формате видео мы не говорим о духах, мы становимся еще красивее. Так, мне хочется все почему-то вам сразу показывать. Настя, остановись. Итак, берем кисточку для консилера. Вот она, скошенная какая-то. Кстати, кто-то мне писал под прошлым видео, чтобы я говорила, откуда у меня кисточки. Вы знаете, сначала я ими гуашью рисовала, потом пришила красить. Но честно, они у меня какие-то ноу-нейм. Я их все либо заказывала где-то там на зоне на Wildberries, либо какая-то есть кисточка у меня, по-моему, вот эта. Да, скошенная. Это я в Сербии покупала в магазине ДМ. Так, берем консилер от Vivienne Sabo. Vivienne Sabo и прям хорошенько, хорошенько его наносим, как будто бы ты и есть. Жадкие тени. Кстати, у меня много раз кто-то спрашивал, много раз кто-то спрашивал про тени такие красивые, розовенькие, нежные. Я называю их тени невест на, кажется, видео с большим количеством просмотров, которые называются ароматы, которые повлияли на мою жизнь. Это тени от Luxe Visage в оттенке 13, кажется. Кажется, это они. Итак, мы с вами нанесли подложку, да, глаз стал белее и меньше. Это нормально. Это нормально. То же самое делаем с вами со вторым глазом. В общем, неделя насыщенная. Нужно еще постараться снять и парфюмерный контент. У меня еще лежит целая коробка ароматов Solure Parfum. Это новинки. Их обязательно нужно обозрить. Так что вы обязательно не пропускайте новые видео. Поставьте колокольчик. И вообще я с ужасом смотрю на все свои ароматы. Понимаю в плане в приятном в приятном что у меня стало их так много. Если бы раньше, раньше, год назад буквально было столько ароматов, я бы снимала просто каждый день видео. с таким количеством подборок. У меня сейчас их очень много. Я просто их даже уже не успеваю иногда даже все поносить. Но это проблема, мне кажется, всех блогеров. Когда ты начинаешь иметь дело с большим количеством ароматов, ты просто не успеваешь. Не успеваешь делать. Так, у меня сейчас, честно, возникла дилемма. А что, если нам сделать вот такой ход конем и взять оттенок Spats, матовый терракот, выложить им форму, да, выложить им форму. Кстати, для новичков, если вы никогда не выкладывали форму, мы берем консилер плотный, мне это на раз, можете взять любой, берем кисточку вот такую вот узенькую, и сейчас мы с вами нарисуем приблизительно, что мы с вами будем закрашивать. Так как у нас все-таки сегодня будут стрелки, да, мы примерно наметим с вами и форму стрелок, каждый отталкивается от своей формы глаза и непосредственно как мы с вами пойдем. То есть вот наша складка века, мы будем с вами сегодня чуть-чуть выходить, еще, наверное, приблизиться. Мы сегодня с вами выходим немножко за складку века, поэтому абсолютно спокойно рисуем с вами вот такую вот историю, чуть-чуть выходящую, чуть-чуть выходящую, но не сильно. Так удивительно, несмотря на то, что в сети довольно-таки большое количество существует видео на тему стрелок, у многих до сих пор есть проблемы с этим. Смотрите, очень просто. Может быть, потому что я так говорю, потому что я их рисую действительно с ранних лет, но, опять же, к идеальным стрелкам я пришла не так давно, потому что у меня за годами стала века чуть более новейшая, особенно если я отеку, а я отекаю, вот, и приходится, конечно, исходить из ситуации. Ну что же, давайте рискнем, я попробую нанести сразу вот этот вот оттенок на подложку, может быть, он ляжет, но, честно, я почти уверена, что нет. Поэтому мы с вами берем матовый оттенок спац, который, я надеюсь, секунду, нужно проверить, ложится, отлично. почему нам нужна подложка, кстати, так классно получилось, я смешала на кисточке вот этот вот доллс вместе со спацом, то есть матовый, с металликом, и получилось какое-то такое комбо. Почему нам нужна подложка, чтобы ваши тени не осыпались, потому что не все тени хорошо прилипают к веку, и на самом деле подложка, это всегда хорошо, если вы работаете с пигментом. Я так говорю, как будто я визажист, но я просто давно крашусь, и была в какой-то период моделью для сложных макуяжей, потому что на красивом лице нарисовать макуяж легко, вы попробуйте нарисовать его на симметричном, с неидеальной кожей, и так далее. Поэтому, когда вы мне пишите в комментариях, Настя, у тебя такая идеальная кожа, это силы макуяжа, дорогие мои девчонки. Ну что ж, доканчиваю форму, и покажу вам, что у нас получится сразу на двух глазах. Ну что, как-то так у нас получилось, но опять же, это полдела. Если честно, прям очень хочется такие жидкие тени. Я понимаю, что с ихими тенями мы создали такую форму, и, конечно, не идеально, потому что я это делаю все бочонком, если взять скошеную кисть для стрелок, то можно сделать концы более острыми, а если взять жидкие тени и кисть, то можно вообще довести все еще до большего совершенства. Я, пожалуй, попробую нанести сейчас вот этот хромированный металлик сверху, но вдруг получится, просто хочется вот такую же фактуру блеска, потому что подводка у нас матовая, и это хорошее сочетание матовой подводки и немножко блеска. Попробуем немножко, попробуем прям пальцем нанести, потому что иногда такие, да, иногда некоторые тени все-таки необходимо наносить только пальцы. Ну что ж, переходим к стрелкам. рассказываю вам все мои лайфхаки. Мы берем черный карандаш, у меня это Essence Skyal Pencil. Раньше я обожала карандаш Гурмандис, очень бюджетный, рисовал просто, как Пикассо. Аккуратненько, аккуратно проходимся помеж реснички, аккуратно, девочки, чтобы резко не было вот такой пюмс, и оно на нижнем веке. Карандашом можно также выложить форму стрелки, если, например, вы не сильно варьируете, если вы не сильно пока что вырисовываете красивые вензеля подводкой. Но мы сегодня с вами будем рисовать, я буду рисовать арт-визажерским Cat Eyes, фломастером обычным, поэтому, думаю, проблем не возникнет. Ну что, меж ресничка, поехали! Как же меж ресничка сразу меняет глаз? Не знаю, видно ли это на камеру, но это видно в жизни, что сразу реснички становятся такие, как будто бы найденные. На самом деле на картинке там прям такой дисбаланс, то есть как будто бы угол формы с тенями идет туда, стрелка немножко туда, и есть такой зазорчик. Я сейчас сильно этим увлекаться не буду, а может быть и буду. В общем, наша задача сделать такие кошачьи стрелки. Поэтому я беру внешний уголочек глаза и стараюсь продублировать. Достаточно. Прямо я надеюсь, моя подводка не засохла окончательно. Сразу делаю то же самое со вторым глазом, чтобы повторить угол, в котором мы работаем. И всегда все получается идеально, мы должны с вами быть к этому готовы. Да, кстати, пожалуйста, рисуйте стрелки свежими подводками, некоторым уже три года. Я так редко рисую черные подводки, черные стрелки, что у меня она изрядно подсохла. Теперь самый ответственный момент. Мы берем уголочек и вот видим, где наша складочка. Вот наша складочка. Наша задача сделать угол сначала со складочкой. Сделали. А затем непосредственно мы ведем сделаем такое некое птичье перо. На самом деле просто не очень удобно это делать высохшей подводкой. И все. Не переживаем. Не переживаем, девочки. Если что-то пошло не так, мы всегда можем все исправить. Ну что? Я реабилитировалась немножко? Все-таки дело в сухой подводке. Скажу вам честно, она, конечно, сильно меня подвела, но в целом, что у нас нам вырисовывается неплохо. Нам нужно будет пройти сейчас по ресничному контуру и главное не сделать толстую линию. Постараемся сделать ну что? Вроде получилось. Вроде получилось. Ну что? Самое главное впереди. Нам нужно повторить стрелку такую же на втором глазу на канале девочки. Ну что? Это оказалось проще, чем я думала. Стрелки основные нарисованы хоть или секунду. Похоже они? Вроде похоже. Сейчас я здесь еще немножечко докручу голову. Она еле рисует. просто еле рисует. Да, видно, что подводка не свежа, прям как я сегодня. Самое время немножко подчеркнуть внутренний уголок. Нам нужно сделать немножко кошачий глазик. В этом нам поможет карандаш. Здесь мы его используем. То есть нам нужно не сильно ввести все это в какую-то готику или авангард. То есть слегка укошачить глаз. Кстати, мне почему-то всегда пишут в комментариях, в основном это в моем вокальном тиктоке, что с такими стрелками похожи на красный рыбакайд все время. Я красный рыбакайд. Не очень мне нравится. Честно говоря. Главная рекомендация в этом видео обязательно купите себе новую подводку. Желательно новую тоже. Может быть даже и пучки. Так, не знаю, как это выглядит на камере. В жизни это выглядит вполне себе сносно. Я бы, конечно, еще поработала над формой, которая тени. Очень уж она какая-то кажется не четкой. Вот на этом глазу вроде бы четко, а здесь немножко начинает расплываться. Все-таки да, нам нужны здесь жидкие тени по туши. Что я из туши здесь взяла? Я взяла сегодня мою любимую Дарлинг, которая снимается чулочками. Обожаю ее, но честно, если бы у меня были пучки, сейчас я бы наклеила пучки, потому что здесь нужны они. У меня не очень большие ресницы, не длинные, поэтому если вы длинный ресничник, то тогда вообще не думайте о пучках. Это для нас микроволосников. Боже мой, они будут почему, ну почему, почему, почему у меня не длинные ресницы. Я бы так хотела, чтобы у меня были длинные ресницы. Я бы расчесывала ими брови. Ну что, как вам наши глаза? Похоже? Похоже? Ну, мы стараемся. Ну и, конечно, по законам по законам яркого макуяжа глаз губы у нас должны быть максимально нюдовые. Мы их увлажнили нашей помадой, нашей помадой гигиеническим кремом, а сегодня из всех своих помад максимально схожие вот на этот вот милый бежево-оранжевый оттенок у меня вот такой вот губной десерт Insanity Cream от бренда Urban Decay. Без карандаша мы не можем трогать. Кстати, смотрите, если вот так делать глаза, делать кошечку, вообще кошечка получается. А у этой девушки вот так вот наоборот показаны. Но у нее другая форма глаз, конечно, такая более тонная. Ну ладно. Miss Thais 765 у нас сегодня оттенок вот такой вот коричневый. На самом деле он в жизни холоднее, чем на видео. Но в общем у нее вообще практически тон в тон карандаш с помадой, поэтому у нас сегодня будет тоже как-то так. слегка на миллиметрик выходим за линию, естественно. Но нам нужно постараться сделать сегодня не то, чтобы прям очень четко, но что было не сильно расплывисто в том числе. Подчеркиваем нашу форму и не пытаемся нарисовать что-то другое. Все-таки если у нас глаза сегодня такие достаточно острые, сильно не будем размыливать губу, губу, форму, постараемся пройтись прям вот по природному контуру. Слегка на миллиметрик выходя. Ну что ж, форма готова. Самое время нанести помаду Abershmer. Я не наносила ее 30 тысяч. Ну что? Мне кажется, как будто губы у меня не сильно увлажнились. У нее как будто она более оранжевая, у меня она какая-то тоже оранжевая, но с каким-то желтым подтоном. Вот терпеть, я не могу помаду желтым подтоном как-то. Хотя зубы вроде не пожелтели. Это плюс. Ну что? Как-то так. Смотрим, что у нас там с румянами. Но в целом из-за того, что у меня покраснение, мне кажется, как будто бы не сильно что-то там куда-то и съехало. У нас в макуяжи не используются кстати хайлайтеры. Вообще в целом у нее настолько идеальная кожа, что у нее вот что-то вообще все слишком идеальное, не так как у нас. Но мы с вами живые люди, поэтому мы возьмем сейчас с вами кисточку. Возьмем что-то какую кисточку возьмем? Возьмем вот эту вот абсолютно что-то чистая. Возьмем ту, которой делали все. Возьмем почему не показываю вам продукты. Итак, возьмем мою любимейшую бюджетную пудру от Люкс Визаж, которая просто уже вся, вот вся она, вот она уже вся, вся вот вся, вот она, вот она вся. И сделаем легкое, легкое, прихлопывающее движение в тех зонах, которые нам нужно слегка замотивировать, к тому, чтобы они выглядели еще выше. Оп, и сразу как меняется лицо. вот здесь тоже прихлопывающими движениями. Пудру можно наносить по-разному, кто-то ее втирает вот так вот. Опять же, все зависит от пудры. Эта пудра настолько цепкая, что вот ты буквально вот так вот пришлепал слегка, да, оп, оп, и все красиво, и все замечательно. Эх, вы, мое покраснение, простите меня, пожалуйста, мое покраснение. Да, кстати, что-то мне кажется, я не прошлась по бровям, у меня это, как обычно, гель пассе, но какие брови такой гель в плане сеточка, маленькие бровки, маленькая сеточка, чуть-чуть буквально их приподняли, опа, опа, вообще стрелки вроде бы правда неплохие получились, опа, опа, но честно говоря, мне так хочется добавить хайлайтер, так его не хватает, давайте добавим что-то от себя, я обожаю просто хайлайтер, и мой любимый вот здесь вот в палетке, ну вот, ну все, вот все, и все вот хорошо, и вот сразу все засияло, и мы немножко отвлекили внимание, со своих покраснений, и вот сюда, вот так вот сюда, но не могу я, не могу я без чего-то своего, мне нужно всегда добавить себя, везде, потому что иначе это уже получается что-то чужое, макияж все-таки мы позаимствовали с вами, поэтому точнее идею, но мне кажется вышло неплохо, да, что скажете, вроде бы все продукты вам сказала, тональный крем этот не рекомендую, правда, в целом он уселся, но я слегка на толику процентов его ощущаю, все-таки, а скульптор этот рекомендую, но опять же, не наносите вы мокрой кистью, полумокрой, как у меня, спонжем идеально ляжет, прихлопывающими движениями тоже, румяна мак, в целом можно заменить какие-то более бюджетные, например, тот же Диваж, классный, у них розовенький, который тоже повторяет, маковский розовый, кажется, у них тоже есть персик, арт-визажевская палетка, лайк, сильно там много не покупайте, оставьте мне, а пудра, люкс-визаж, лайк, для жирной кожи, то, что нужно, консилер, более такой, средней плотности, сильной плотности от Нарс, но это не найти, это найти, брать, оттенок 02, а дальше, что у нас, тушь, Дарлинг, Лаш, Кокун, первый оттенок, это черненькая, так, ну все, карандаш, эссенс, Каял Пенсил, нулевый Каял, собственно, подводка, кстати, эссенс, арт-визаж, точнее, это есть хорошая, три года она у меня, и она не высохла, это на самом деле, для таких фломастеров, очень даже хорошо, ну и помада, собственно, Urban Decay, Insanity, ну, опять же, можно любой нюд такой найти, и у Influence, и у Stellar, это я не знаю, что-то я хотела, вот этот вот красивый футляр себе, на каких-то гиперсейлах, очень много лет назад, ну что, снимаем крабик, обязательно, обязательно, любой образ, нужно довершить украшениями, у меня сегодня такой образ, немножко, все равно, хоум стайл, например, можно записывать какие-нибудь видео, поэтому, серьги, кольца, конечно же, золотые, потому что мы в теплых оттенках, у меня здесь украшения, сколько кёла, я в свой любимый, уже вставший домашний, мне кажется, в футболке, ну что, как-то так, пишите в комментариях, как вам такой макуяж, ну и, конечно же, я хотела бы сегодня завершить видео, необычно, никогда так не завершила видео, хочу спеть вам песню, да не простую песню, а свою песню, авторскую, этой песни уже достаточное количество лет, много, поэтому история, которая там рассказывается, она не меня сейчас, не практически 30-летней, а девушке, молодой женщины, как принято говорить, молодежь, в общем, а меня 20-летней, но она все равно очень красива, она называется «Не уходи», ее можно послушать на всех платформах, Настя Балахнина, «Не уходи», я укажу обязательно ее в инфобоксе, но вы подписывайтесь на канал, у нас здесь, как вы уже поняли, уютно, очень атмосферно, можно залипнуть на многие-многие часы, и, конечно же, жду вашей обратной реакции на песню, на данный формат, на этот макуляш в комментариях, и до встречи в следующих видео, которые выйдут уже совсем-совсем скоро. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ветер Ты прибой по моим коленям Ты так важен и так незаметен Как по нежным утрам сновиденья Если долго смотреть за стекло, то видно, что земля покрывается мукой и мукой Меня никто не поймет, если я, торопясь об этом, скажу кому-то, разве что ты Не уходи, давай полетаем Мы же были так высоки Мы же рисовали с нами, Я вид, не уходи, давай о любви Ты сжимаешь мои ладони Как в диски превращаются с пленник Время сегодня нас не догонит Как и завтра нас не встретит Я укладываю в наши страницы От обыденности их укрывая На альбомных полях наши птицы Крепко целую друг друга на краях Не уходи Ты же знаешь, что я за твоей спиной Ты же слышишь, ты понимаешь Не уходи, не уходи Стой Не уходи Давай полетаем Мы же были так высоки Мы же рисовали с нами, Я вид Не уходи Давай о любви Не уходи Ты же знаешь, что я за твоей спиной Ты же слышишь, ты понимаешь Не уходи Не уходи Не уходи Не уходи Не уходи Не уходи Настя Загрузка Дистачー Будет Движ Здесь Продолжение следует... 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 Продолжение следует...